Я Андрей Терехов, директор департамента стратегических технологий Microsoft Украина. Microsoft Suite это самое большое техническое мероприятие, которое проводит Microsoft в Украине. В этом году здесь собралось около 800 человек, разработчиков и системных администраторов, IT-менеджеров, IT-профессионалов. Мы проводим это мероприятие, потому что нам очень хочется рассказать этим людям о технологиях Microsoft, о том, в каком направлении эта платформа развивается, куда движется и какие есть возможности, связанные с платформой Microsoft. В этом году у мероприятия есть четыре приоритетных направления. В первую очередь, наверное, самое главное это Windows 8, наша операционная система, следующее поколение нашей операционной системы. Затем Azure, облачное вычисление, потом телефон, Windows Phone и средства разработки для него. И, наконец, средства управления и System Center 2012 в частности. Мне кажется, что Windows 8 – это одна из наиболее крупных возможностей для того, чтобы заработать деньги для разработчиков в Украине сегодня-сейчас. Сегодня на ключевом докладе была приведена статистика о количестве операционных систем под управлением, компьютер под управлением разными операционными системами. И Windows по-прежнему занимает первое место с довольно большим отрывом. Когда эти 500 миллионов компьютеров будут постепенно переходить на Windows 8, будет создана огромная возможность для любого, кто захочет ею воспользоваться. Я хотел бы начать с совету разработчикам. Я вижу несколько интересных разных возможностей. В первую очередь, это создание приложений глобальных, которые были бы интересны во всем мире. Это игры, это сервисы новостные, это также вещи ориентированные на локальную среду, скажем, приложений для Украины, в частности, в Windows Phone. То есть есть много самых разных способов от создания приложений, ориентированных на весь мир, до создания приложений, ориентированных на Украину, ну и до корпоративных. Учитесь программировать, пишите на C Sharp, на C++, на любом языке, на котором вы хотите. Изучайте технологии Windows 8, WinRT, Windows Phone, и у вас появится огромная возможность создать для себя не только имя, но и богатство. Да, есть. Сегодня мы показывали два таких примера на ключевом докладе, и на самом деле в следующих докладах таких примеров будет показано несколько больше. Есть примеры приложений, например, Евро 2012, приложение ориентированное на болельщиков и на то, чтобы создать интерес к футбольному чемпионату Европы. Другое приложение, которое мы показывали, это Рейду Гоны, это интерактивная книга, которая ориентирована на детей, чтобы сделать для них чтение более интересным и захватывающим, и погрузить их в мир прекрасных фантазий, а не только картинки на бумаге. Взаимодействие с книжкой, зачитывание сказки вслух, это все очень интересно и действительно инновационно. В первую очередь надо упомянуть про программу Беспарк, которая поддерживает стартапы, которые создаются в Украине. Это программа, в рамках которой мы даем бесплатный доступ к программному обеспечению Microsoft, а также организовываем различные мероприятия, на которых стартапы и инвесторы, и вообще все представители, имеющие отношение к инновационному бизнесу, могут общаться и делиться опытом, и создавать новые, генерировать новые идеи. Мне за свою карьеру довелось уже пожить в многих разных странах, и Украина, действительно, мне кажется, имеет очень большой потенциал, и я бы сказал, пока еще недореализованный. Здесь очень большое количество талантливых людей, но пока еще не так много по-настоящему крупных состоявшихся бизнесов в области IT. Есть отдельные случаи, но вот именно продуктовых, таких, как можно было бы сравнить с Microsoft или хотя бы с 1С. Такого в Украине пока еще мало, и мне кажется, что здесь есть над чем работать, но при этом есть огромная возможность для создания такого бизнеса. В первую очередь надо работать над своим знанием рынка, над созданием, над умением сформулировать, что конкретно делает ваш продукт. Вот пока украинцы более успешно справляются с реализацией конкретных задач, но не могут сформулировать свою собственную идею и реализовать ее. Вот в этом, этому надо учиться, это действительно очень непростое дело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok